смотрите какой интересный стол мы нашли мне очень понравились вот эти трио и это все ручная роспись представляете такое вот клеймо гарднер вербилка ты боже мой какая прелесть 3000 под один цветок вот доля у вас сколько пара стоит это классика нашего дюлёва сирень это как у фазе кобальтовая сетка так у дюлевского завода сирень смотрите какая мокрая красивая маиса и красивая ручка внутри волосик это все целое и вот такое блюдце смотрите какой кувшинчик красивый фарфоровая крышечка а вот здесь вот вот так вот хорошо надо подклеить нет здесь надо просвернуть и сделать хорошо так а это ручная роспись тут клеймо дают закрыли они спрятали а тут закрасили до него тут к нему это франция это видите это роспись красиво краток раз и до всем они неоднократно уже сегодня сейчас я скажу что это очень красивый кувшинчик это леталек леталек франция франция на сколько по 25000 каждый кувшин вообще прелесть закруглялась вообще да кто в москве вот есть ресторан пушкин и у них какой называют ну кафе хорошо нет ну кафе ресторан его ресторан и рестораны а и у них тоже посуда стоит манвайден немецкая но не с таким же рисунком а у них однотонный кремовый фарфор просто вот с таким вот рельефным декором так что вот кто будет обратите внимание да обязательно смотрите потому что мы тоже теперь везде смотрим где такая посудка а это что? Йоханн Селтман приличный объем, да? манбаньерка такая под конфетки уже серьезные это для яблок она даже это для конфет, да для сладкоежек для печенья можно использовать объем вообще мощный такая она эффектная а вы еще не разложите а мы тут полтора часа гуляем а Ольга вот еще видите не разложилась какие красивые это ваши? ух ты какие они роскошные тут мальчик тут мальчик 15 век это Клара да вот эти же а тут это интересно как мальчик цветочков тут интересно мальчик уже уснул а девочка еще читает они оба читают только мальчики читают во сне а девочки по-настоящему мучатся да у них такие пуфики еще под ножками вообще такая красота а сколько такая стоит красота? 40 тысяч 40 тысяч за пару ими кстати можно еще книги подпирать да? в принципе да как то вот на полке с книгами их расставить они тогда будут двух над кофе не держи над чужим вот простенький такой я думаю вам простенький угу вот такая баночка она плотненькая да? вот эти девочки снимайте вот таких вот они простенькие это по демонту но они очень ременительные ой какие у них мордашки да прям симпатяшки с котиком а они все с котиками один котик и историю про них а они постучно продаются? хотелось бы конечно всей компании но да можно постучно угу а тут видите девочка в тазике щеткой намывается и рядом тоже снова котик тапочки тут у нее мыльные принадлежности красота тут все маркировки есть да и с этикетками то есть такие коллекционные вещи и конечно второй раз такую коллекцию я думаю что очень сложно будет подобрать да здесь с телефоном здесь с мороженым а какая у них цена? по 6 одна все 4 за 20 4 за 20 мальчик тоже видите читает разложился на травке тут у него птичка с собакой ой с собакой и с птичкой тоже читает да это ледро а сколько такой мальчик? так надо склонник пока не знаю угу такие приятные оттенки ну в стиле а как правильно говорится ледро или лядро? я говорю ладро да лядро лядро угу то я все изучала изучала но так и забываешь потом опять все говорят по-разному фабрики храпунова храпунов храпунов навага это еще царская россия это молочник не чайничек да с крышечкой на одного красиво а сколько такой стоит? какой 300 3500 с крышечкой мя? 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 вот такие вот маленькие они коллекционные больше идут потому что сами они много места занимают а вот для коллекции такие вот а германия в основном а это германия ведь? Это Германия. Сначала стали их делать Англия. Это Тоби. Правильно я говорю? Да, да, Тоби, да, пивные крошки. Я думаю, что Германия решила сделать для своих немцев коллекционные уже варианты. Коллекционные, они все разные, есть парни. Да, вот даже старушка есть. Маленькие можно под зубочистки, под молочники, под цветочки. Они просто симпатичные. Есть еще салончики у меня. Они все достала. Вот такой немецкий петенок. А он без пары, так, одиночный. Он без пары, да. Это не немецкий, это у нас Япония. Тоже коллекционный, тоже старенький. А вот этот уже немецкий, да? А вот этот скорее всего немецкий. Да. Краски уже немножко отличаются. Вот такой. Их собирают в коллекции. Здесь коллекционеры у которых просто стеллажи с разными фигурками. Ну да, кто чем вдохновляется. Да, прекрасные старенькие, очень милые. Влагастики. Ну да, и можно любую пару подобрать. Спасибо большое. А здесь советские статуэтки. Интересная статуэтка. Мужчина держит большую ложку. Ленинград. Опытный завод. А как это правильно клеймо читается? ПКИ? ГИКИ. ГИКИ. Это Ленинград, да? ГИКИ. ГИКИ. И на ложке у него собака. Такое вот мы не встречали. Сколько такая стоит? 25. ГИКИ. Я забыла. Это клоун. Советский клоун. ГИКИ. А, это... Личность, да? Какая-то? Личность клоун. Так. Кто знает? Кто узнал клоуна, напишите название в комментариях. На солнышке 35 тысяч вот такая вот авторская работа, здесь у нее бабочка на руке. Вяткин, а Вяткин, спасибо большое. Такой вот клоун интересный, вот этот вот еще мальчик симпатичный, видите, у него медведь сзади плетется, тоже все клеймак, первомайский фарфор. Так, пара кузнецов уже ушла, между прочим. Мы подходили, тут такая красивая фара была, но вот пока я прогулялась, уже все. У нас это покажу вам следующую брошюру, пока увижу. В феврале, 16 февраля, до 18 февраля будет такая новая выставка-ярмарка. Мы на ней еще не были, ни я, ни вы. Так что вот, кому интересно, запишите себе информацию, там вход свободный. И говорится, там какое-то большое помещение, так что посмотрим, что будет. И как раз можно купить там, найти подарки для своих любимых мужчин. Все, уже половину нас хотят. Пойдите, все, там есть. Спасибо. А что вы меня просили показать? Вот такая вот, да, глянцевая? Цыганские напевы. Напевы цыганские. А чья она? Это Киев. Киев. Да, она такая немаленького размера. Перламутр, да, такой прям дискотч. В 80-е годы, 25 тысяч, да? А пару у вас уже купили кузнецов? Да, но она прям вообще красивая, красивая была. Да, а это розовый фарфор. Чешский фарфор, да. Тут такая сцена. Да, и он ценится, розовый фарфор. 3,500, вот такая пара. Видите, здесь тоже такие сценки разные. Ну, красивые для коллекции розовые. Картинку нет, сложно сказать. О, какие красивые. На океане там полосы. Да, да. Прекрасная картина. Видите, здесь полка с игрушками. У Буратино вот Маши Медведь. Такая вот картина. А сколько она стоит? 2,500. Возможно, кому-то в детскую. Такая хорошая работа. Особенно Буратино здесь хорош. Извините, как забыла, вас зовут Ирина. Сейчас вспомнила. Да, у Ирины всегда такие приятные цены. И много тоже интересного. Это тоже ваши? Да, да. Здесь это по полторы. По полторы. В таком, как супнице, да, в какую-то вот такую композицию воссоздали цветов. Красивая картина. А, это тоже вот в базе. В кувшине цветы, видите, в прозрачном. Ну, вот эта красивая, такая прям на тачу ее. В раму хорошую ее охватывать. На лошадке. Ой, здравствуйте. Я чуть не вижу мальчика на лошадке. На лошадке дайте. А, все. Вон там еще. Ух ты, боже мой. Какая прелесть. И смотрите, видите, там снова Буратино и Медведь на полке. И мальчик такой хороший. А сколько там? Такой 7 тысяч, видите. Он большой уже. Ну, вот этот роскошный. Классный. Классный. Спасибо. А вот эта вот вазочка сколько стоит? 3 тысячи. 3 тысячи. Под один цветок. Красивая. Чехия. 70-е годы. Такая высокая, так если даже в нее один пион поставить, какой-нибудь пышный цветок. Даже белый пион. Да, будет очень красиво. Да, всегда. Хотя бы один цветочек живой, но вообще. Да, это когда букет вот, видят цветочки, да, какой-то они остаются. Вот эти вазы очень применяют. Да, 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 красиво. Правда, композицию создать. Спасибо большое. А здесь стол Светланы. Тут в основном у нее советский подпор. И она вам всегда подскажет. Бинокль французский. Бинокль французский? Да. Это металл, латунь. Посмотрите, какая кружечка, чашечка с крышкой. У меня, кстати, дедушка очень любил. Вот нальет что-нибудь и целый день ходит пьет. Вот такая вот крышечка. Вот он силиконовой крышкой закрывал. А так удобно. Климой не посмотрела я. А, это Япония, да, скорее всего? Прости. Ну, дело даже не в этом. У каждого свои. Удобно. Закидло. А это с драконом. Ого, дракончика. Молочник. Корости. Здесь букет сирени. Или что это за букетик? Сейчас спрошу, если получится. Дулёва хорошая пара. Мне вот эта нравится. 62-й год. Старенькая, между прочим. Пара Дулёва. И вот эти, не знаю, чьё клеймо. Так. Здравствуйте. Я бы подлечала на ваш вопрос. Сейчас я, да? Да, да, да. Хорошо, хорошо. Вопросы, конечно же, у нас будут. Правда, друзья? Надо спросить по ценам. Смотрите, какой объём. Такая вот чайная пара. Уже упакована. Просто убери и клади в пакет. Дулёва. Здесь ещё трио. Арахенбах. Немецкое. С Барбарисом. Вот Дулёва, сколько пара стоит? Двесть с половиной. А вот эти вот красивые три очень? Двести пинадцать тысяч. А, они как квартет? Четвёрку. А чьи они? Это вербилки довоенные. Сама техника старая, сама форма старенькая. Ещё кузнецовская. Кузнецовская такая, да, форма. А клеймо-то можно посмотреть? Да, конечно. Вот смотрите, старое клеймо отличается тем, что в надпись добавляется слово «ст», станция вербилки. Потому что есть аналогичное клеймо, но без вот этих буквок «ст», без сокращения. Тогда уже более современное получается изделие. А с буквками «ст» это довоенное. Довоенное. Красивые они, да, очень. А вот такой вот трио с... Это на Эйфенбах. Да, я посмотрела. А сколько оно стоит? Двесть с половиной тысяч. Ещё вот петух очень понравился. Петух, это граница, если я не ошибаюсь, мне кажется, граница. Вот, вон, две с половиной тысячи, это не очень демографичная цена. Вообще, это либо салхетница, либо такая подставка под поварёшки. А, ничего себе. Либо карандашница. А я что-то, кажется, просто как... Не-не-не, у него там пенёчек. А, я что-то? Да, да, такой ответственный. Да, что-то поставить. Какая красота. Вот это вот, да, мы ещё очень красивые, с кувшином. Одна называется «Художница с кувшином». Это она, вот видите, она просто стоит, это кувшин. А это чьё? Это у нас баллонная сзавод, 50-е годы. А цена? Цена, цена. 8 тысяч. 8 тысяч. Спасибо большое. Спасибо. А, вот ещё пара сиреней Дулёва, конечно. Да, вот она уже одна осталась, одинёшенька. Сегодня от неё уже приехала. Многие любят. Это классика нашего Дулёва сиреней. Это как у ЛФЗ «Кобальтовая сетка», так у Дулёвского завода «Сирень». Их выпускали в огромном количестве. Но надо отметить следующее, что, к сожалению, у нас встречается только второй либо третий сорт, потому что весь первый сорт шёл на экспорт. Да. Как правило, это либо второй, либо третий сорт. Ну, конечно. Всё лучшее, да? Да-да-да. Всё лучшее не нам. Всё за границей, да. Спасибо большое. Три с половиной цена. Три с половиной цена. Благодарю. Есть и такая ещё интересная чайная пара, цыганочка называется. Как называется? Цыганочка. Цыганочка. Она вся в ручную роспись, и в том числе золото. Видите, прям кисточкой нанесено золото. Да-да-да. Ручная роза. Она цыганочка. Она в идеальном состоянии. У неё форма очень необычная. Ну, и объём хороший. Да. Тут, наверное, больше 200 миллилитров. Больше 200 миллилитров, да. Она чайная. Вот она такая вот тоже необычная. У неё 2 800 цена. 2 800. Ручка у неё тоже очень красивая. Да, она необычная такая. Да, блестящая. Спасибо. Она тоже не так часто и встретишь, эти цыганочки. Да, да. А это LFZ? Это LFZ, да. Причём это LFZ уже такой более современный, видите? Хотя Maiten Russia написано. Тоже, да, на экспорт делали. А вот мне кажется, Maiten Russia, это уже когда вот, ну, тоже, наверное, 2000-е годы, либо 90-е, когда уже СССР не было. Потому что до этого писали USSR. Обычно LFZ. Да, но всё равно она такая, да. Блестящая, яркая. Да, важно. Спасибо большое. Тут, конечно, объём мощный, прям, дулёво. Пол-литра. Пол-литра. И вот там такой же есть бокал, даже два бокала. То есть коричный бокал и зелёный вот в ручной росписи. Очень подачи там зелёные ручки. Тоже, да, они на пол-литра идут? Тоже они на пол-литра. А у них какая цена вот на пол-литра обычно? 1800 вот эти два бокала, которые в деполе. Здесь под рисовкой бокала. Здесь деполь с под рисовкой. И 2800 бокалов в ручной росписи, вот зелёный. А, зелёный, вот, да. Хорошо. Благодарю. Это вот стол Светланы. Спасибо. Как поделать? Да, всё хорошо. Смотрите, какой интересный стол мы нашли. Мне очень понравились вот эти трио. И это всё ручная роспись. Представляете? Такое вот клеймо. Гарднер, вербилка. По 4-500, да, они? Такие вот. Вот две вот такие тройки. Видите? Розеточка и блюдце. Вообще смотрятся роскошно. И вот здесь это тоже вербилки. Вот такие маленькие вазочки. Они в стиле Веджвода, но это делала Россия. Здесь вот такое вот наглазурное клеймо. Здесь две разные сценки. Дим, а почём они? По чём они? Ага, по 4 тысячи такие. Такие приятные. И ещё вот здесь красивые. Обычно они белоснежные, а вот здесь, видите, они в таком вот исполнении чёрные. Цвет – это гортензия. Цветок гортензии. Такая вазочка. Видите, розовая гортензия. Это тоже гарднер, вербилка. Такие вот вазы бисквитные две. Здесь у нас есть бисквитные. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...